И тут вдруг глава Следственного комитета России берет это под свой личный контроль. А когда этих отморозков задерживают, и на них возбуждается уголовное дело по статье хулиганства, Бастрыкин дает это переквалифицировать на статью покушения на убийство. Вот когда работает российская правоохранительная система. Начнем с нашумевшей истории избиения какими-то четырьмя отморозками мужчины с ребенком, который на тот момент был с ребенком. Все буквально СМИ гремели этой историей. Распространялось вот такое вот видео, видеоролик, как его избивают. Слышно, как кричат, что там ребенок. Перестаньте, но они, в общем, все равно там бьют этого человека. Произошло это в микрорайоне Ватутинки, по-моему, называется в московском. И все. Этот, как только этот ролик облетел все телеграм-каналы, всякие инстаграм-аккаунты новостные, все СМИ стали писать, что это четверо выходцев с Кавказа. Приезжие с Кавказа. Кавказцы избили отца при ребенке. Кавказцы, кавказцы. При этом не было никакой информации, кто они, их личности не были установлены, но уже все СМИ гремели новостями о том, что это кавказцы. И отреагировала на это даже Маргарита Симоньян, которая является главным редактором издания РТ. Маргарита Симоньян у себя на своем телеграм-канале написала, «Все эти приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются». «Это я вам говорю, как приезжие и лицо кавказской национальности в одном флаконе», написала Симоньян у себя в телеграм. И я застыл, начал наблюдать, что же будет дальше, как будут развиваться эти события. И эти слова, написанные Маргаритой Симоньян, их как-то донесли, об этом рассказали Кадырову. И Кадыров просто был ошарашен этой информацией. И он сразу же выбежал и бегом бежал к своему телефону, чтобы добраться до него и написать ответ Маргарите. Даже вот был запечатлен этот бег, случайно удалось запечатлеть, как он бежит. Добежав до своего телефона, Кадыров ответил в своем уже телеграм-канале, ответил Маргарите Симоньян и ответил достаточно грубовато, так скажем, жестковато. Он написал, хотел бы еще напомнить уроженки Кавказа, Симоньян, уроженки Кавказа, он взял в кавычки, что перед тем, как делать заявление главреду серьезного авторитетного СМИ, нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме, написал Кадыров у себя в телеграм. И я такой, о, ничего себе, думаю, давайте будем наблюдать дальше. Дальше ответ Маргариты Симоньян не заставил себя долго ждать. Сегодня, опять-таки, в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян написала, хотела бы обратить внимание, а, нет, подождите, после этого, я же немножко упустил хронологию, эти ребята, эти четверо отморозков, они были задержаны. И оказалось, что это никакие не выходцы с Кавказа, никакие они не кавказцы, а это жители Оренбурга, граждане России, и выходцы из Азербайджана. И узнав об этом, Кадыров ответил, таким образом, Маргарите Симоньян, указав на то, что они вообще не кавказцы. И в этой ситуации я полностью поддерживаю Кадырова, в плане, что они не кавказцы, так как это азербайджанцы, это не кавказцы. И только когда он берет в кавычки слова Симоньян, что она уроженка Кавказа, он тоже абсолютно прав, так как она армянка. Ни Армения, ни Азербайджан не являются Кавказом, это за Кавкази. И как бы поняв, что они из Азербайджана, это все-таки за Кавказцы, Кадыров написал этот пост. Надо также отметить, что все те СМИ, которые до этого писали выходцы Кавказа, Кавказы, они тоже исправились, начали писать прежние выходцы из-за Кавказа, из-за Кавказских республик, то есть они тоже изменили свою точку зрения. Но Маргарита Симоньян продолжает стоять на своем. Маргарита Симоньян сегодня ответила Кадырову. Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как делать заявление. Именно поэтому моя информация оказалась верной. Все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного. По необъяснимым причинам многие, очевидно, не понимают, что Кавказ это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия и другие. Хотела бы напомнить, что Кавказ это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще. Я сама с точки зрения классической географии такой же кавказец. И именно поэтому имею полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина. Ну, знание Маргариты Симоньян о географии, это, конечно, какая-то отдельная тема. По поводу Грузии нет сомнений, что Грузия это Кавказ. Но если в соответствии с географией Симоньян, Азербайджан и Армения являются тоже Кавказом, то почему и Иран, и Турция тогда не Кавказ? Почему Грецию, Болгарию не включить тогда тоже в Кавказ? Это тоже, в принципе, там же недалеко находятся эти страны, эти земли. Давайте и иранцев, и турков тоже припишем тогда Кавказцам. Ну, ладно, я, в принципе, нет, мне здесь не столько это интересно, сколько ответ на этот выпад Симоньян. Я думал, что же сейчас ответит Кадыров? Наверняка он сейчас дальше даст урок географии для Симоньян, также объяснить ей, кто такие кавказцы и так далее, опять укажет ей на недопустимость подобного поведения. Но нет, Кадыров дал заднюю. Кадыров написал, «Друзья, в любой конфликтной или спорной ситуации, которая может иметь серьезные последствия для большого количества людей, всегда необходимо загадывать на несколько шагов вперед. Драка в Атутинках тому пример, когда заурядный для мегаполиса уличный инцидент без национальной подоплеки начал обрастать националистическими лозунгами и призывами. По этому поводу у нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид. Мы, уроженцы Кавказа, обратите внимание, один на один, поговорили о том, что правильно, а что нет. Я и Маргарита едины во мнении, что Кавказ – это прекрасный край, который подарил России замечательных людей, героев, артистов, художников, писателей, ученых. Я бы еще дополнил этот список академикам, героям России и еще несколько титул, мастерам спорта. В общем, то, что присуще у нас Кадыров. Ну, что я могу здесь сказать? Во-первых, Кадыров, который до этого сделал правильное абсолютно заявление, указал на то, что эти люди не являлись, оказались не кавказцами, а Маргарита Симоньян поторопилась. Сейчас Кадыров говорит, что мы поговорили с Маргаритой Симоньян два кавказца. То есть, Кадыров вдруг изменил свое убеждение по поводу кавказцев. Какой смысл был до этого писать тогда, что они не кавказцы, если ты на следующий день саму Маргариту Симоньян называешь кавказской? Тогда для тебя и те задержанные выходцы из Закавказья, они тоже для тебя должны быть кавказцами. Вот эта непоследовательность говорит о том, что все-таки не звонок Маргариты Симоньян заставил Кадырова пойти на Попятную. Очевидно, что как в случае с Федором Емельяненко, помните тот самый конфликт, когда Емельяненко высказался по поводу боев детей Кадырова, Кадыров ответил критикой, и всякие эти кадыровские прихвостни его шестерки начали оскорблять Федора. Тогда тоже внезапно Кадыров написал пост и пошел на Попятную. Очевидно было, что это был звонок из администрации президента. Я думаю, что здесь произошло то же самое. В противостоянии Симоньян Кадырову позвонила все-таки первым. Первым позвонил и не Симоньян, первым позвонил кто-то, наверное, из администрации президента, может быть, не знаю, из какого-то другого органа. И после этого уже, вероятно, произошел разговор с Симоньян, после этого Кадыров написал вот этот вот пост. Ну а так вообще очень настораживает истерия, которая сегодня происходит в российских СМИ. Наверное, не я один это заметил. У метро дагестанцы избили человека, всех там, значит, посадить, казнить. Кстати, вот этот случай в Атутинках, его взял под контроль глава Следственного комитета Бастрикин. Понимаете? Драка, которая произошла в микрорайоне Московском, там тысячи в день происходят таких драк, таких ситуаций в Москве, в Москве, а в России их вообще, наверное, в день сотни тысяч. И тут вдруг глава Следственного комитета России берет это под свой личный контроль. А когда этих отморозков задерживают, и на них возбуждается уголовное дело по статье хулиганства, Бастрикин дает это переквалифицировать на статью покушения на убийство. Вот когда работает российская правоохранительная система. И когда везде говорят про Кавказцев, Кавказцев, хотя даже там, где нет Кавказцев, нагнетается вот эта истерия, атмосфера ненависти к Кавказцам, по-моему, мы находимся на грани какого-то грандиозного шухера в России. И в этом шухере главную роль, по-моему, будет играть Кавказ. Мы, конечно, будем наблюдать за этим, и мне не хотелось бы, чтобы эти опасения оказались реальными. Но это все очень подозрительно. Надеюсь, что все обойдется. Посмотри на их лица, они не забыли. Ну, лица я тоже, конечно, заметил. Это я тоже заметил. Но тут, как говорится, по лицам я не специалист. Хотя, конечно, какие-то мысли тоже были в голове. Ну, не знаю. Так было указано. Дальше не знаю. Тумсо, почему Кадыров газует в случае Симоньян, если все равно придется тормознуть? Очевидно, что в момент газа он не думал, что придется тормознуть. А потом ему, видимо, сказали, но-но-но, у нас тут программа специальная идет. Так что ты, товарищ, давай-ка на попятную. Тумсо, просто по-братски не трогай, и ты азербайджанцев. Оставь в покое парня с ребенком, били не наши. Перепроверь. Из-за Кавказ ты читаешь не те сайты. Есть объективные данные, ознакомься. То, что его били не азербайджанцы, я вроде бы перед эфиром это перепроверял. Там везде было указано, что это граждане России, которые жили или живут в Оренбурге. И они получили гражданство России, но до этого они были гражданами Азербайджана, но они оттуда типа приезжие. Так было везде указано. Это официальная информация, как его МВД или прокуратура, то, что дает. Поэтому я как бы перепроверил. Не знаю, если и это неправда, то мы посмотрим. За Кавказе это придуманный совками термин, потому что типа Севкав это РФ и это Кавказ, а все остальное за Кавказе. По такой логике тогда Севкав тоже не Кавказ, а пред Кавказе. Мне неинтересен этот спор. Ваше знание географии, ваше видение на географию. Ну, что поделаешь? Вы могли бы с таким же успехом приписать Кавказу и часть Европы, сказать, что это Кавказ. Ну, окей, у вас такое мнение. Тем не менее, мы-то сами Кавказцы прекрасно понимаем, кто Кавказцы, а кто не Кавказцы. В конце концов, есть ДНК, генеалогия, которая показывает, что грузины – это часть Кавказских этносов. Но не азербайджанцы и не большинство азербайджанцев. Среди азербайджанцев, конечно, есть кавказские народы, которые стали, ассимилировались, так скажем, с азербайджанцами. И не армяне. Это чисто даже по ДНК, это можно оценить. Ну, а так, вообще, логика людей, которые говорят подобное, ну, окей, тогда если Азербайджан и Армения с Грузией – это Южный Кавказ, а где тогда за Кавказе? Это кто? Это Иран, это Турция, это Болгария, Греция – это за Кавказе. Ну, это же бред. Почему вы пытаетесь то, что, как бы, веками, да, уже установилось, то, чем пользовались всегда, теперь вы пытаетесь это поменять просто в свою угоду, чтобы оправдать слова какой-нибудь Симоньян там или еще кого-то. Я вообще не против. Симоньян считает себя кавказцами, ну что, мы не запретим, что ли? Да пусть кто хочет считает себя кавказцами, добро пожаловать, приходите. Но от этого мы, конечно, не станем вас считать кавказцами, от этого вы кавказцами не станете. Но и запретить вам считать себя кавказцами мы не можем. Да ради бога, считайте, как хотите. О, Иудов, смотри, еще финансирование. 500 долларов пришло. Томсо, мочи их, как можешь, а бабки на это мы подгоним. От всех дагестанцев из Европы. Барак Аллаху фейкум, братья дагестанцы из Европы. Пусть Аллах воздаст вам благом. Буду делать все, что в моих силах, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok